спасибо ну что мы с вами вчера прочитали то есть прошлое воскресенье мы с вами прочитали главку максимова из исповедника восьмую и это было начало третьей главы книги мы ничего не поняли и сейчас будем все перечитывать но мы поняли приблизительно но я честно говоря почти ничего не понял читал читал даже не знаю наверное все нет смысла читать но особенно то место вот про которое спрашивали там было одно место не очень понятно давайте прочитаем всю главку сначала и потом попробуем разобраться она звучит так кто мать страстей самолюбие отвергнет тот при помощи божьей удобно отложит и все другие страсти как то гнев печаль злопамятство и прочее кто же одержим первым тот хотя бы не хотел уязвляется и последний самолюбие же есть страстная любовь к телу вот речь пошла о самолюбии новая новая такая тема и начинает старец толковать и говорит что несмотря на то что называется страстью страстной любовью к телу самолюбие зарождается в душе но почему она называется любовью к телу потому что проявляется чаще всего через любовь к телу рождает состояние плотского ума когда ум занят только земным низменным и телесным и чушь всего духовно самолюбие это когда ум обращается к себе самому начинает смотреть на себя интересоваться только собой и для этого для того чтобы ему обратиться к себе ему нужно отвернуться от бога вот это отвращение от бога и обращение к себе и говорит он что само по себе она не является страстью и сама по себе не является злом но это корень из которого произрастают все страсти я смотрел из святых отцов из добротолюбия и очень интересно все пишут вот тоже самое оказывается что самолюбие это корень всех страстей и говорит самолюбие это такое мироощущение такой настрой ума и прежде всего такие суждения которые фильтруются через призму моего я моего эго то есть суждение не беспристрастно все искаженное если то о чем я думаю то как вижу то что желаю берет свое начало в моем эго или в моей собственной воле оно непременно отлучит меня от бога вот это очень определенная и сильная мысль самолюбие это отвращение ума от бога и обращение внимание на себе и мы один кусочек еще раз прочитаем один абзац прочитаем потому что он такой какой-то не очень понятно может сейчас поймем вы можете увидеть с этой точки зрения что самолюбие это не страсть под чем я подразумеваю что это не одна из страстей среди многих но скорее это происхождение или начальный начальная точка всех этих страстей ну вот например тут интересно вот ава фаласи пишет началом порочных страстей для души служит самолюбие самолюбие же есть телолюбие или саможаление предшествует всем страстям самолюбие после же всех следует гордость начинается все из обращения к себе а потом самая самая тяжелая самая большая страсть это гордость так же как бог является началом и основой всякого добра так же самолюбие это начало и основа всякого зла почему дьявол пал из-за самолюбия дьявол на тот момент не имел никаких страстей внутри себя он все еще был ангелом и поэтому и страстным бог не создавал зла что значит что самолюбие само по себе не является злом но оно становится злом когда оно отождествляется с моим эго когда я вижу мир начинаю видеть мир и самого бога через искаженное стекло моего самопочитания self-regard как перевести да самопочитание самоуважение когда мы придаем себе значение вот больше чем мы есть и мое 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 своеволие с этого момента как Люцифер начал воображать что он смог бы быть богом он пал когда человек сделал похожую ошибку он тоже пал и затемнил образ Божий который он носил внутри себя поэтому самолюбие это единственная вещь о которой нам нужно бдеть за которой нам нужно наблюдать в наших жизнях мы все уязвимы в той мере в какой мы живем без рассуждения в какой и нам не хватает объективного или аккуратного суждения когда касается что-то нас самих вот ну и здесь дальше уже предисловие следующий как это все понять я не знаю точно если самолюбие не является злом если оно не является страстью но это описывается как действие поворот ума обращение ума к себе самому то значит есть это действие в каком то виде которое безгрешно то есть он говорит что это действие взгляд на самого себя тогда становится самолюбие тогда становится этим источником зла когда отождествляется с моим эго ну ну видимо есть какая-то любовь к себе которая не является злом и не является страстью например когда Христос говорит что мы должны любить ближнего как самого себя он не говорит конечно о зле или о страсти он говорит о том что каждая сам о себе заботиться вот мы все равно питаем себя как апостол Павел говорит мы питаем себя греемся и есть какая-то разумная забота о себе как о творении Божьем и эта забота вложена в нас но когда эта эта забота становится такой страстной которая захватывает все наше я и мы начинаем жить только в ущерб других начинаем заботиться видеть только самих себя и перестаем видеть других людей может быть об этом идет речь может быть тогда это самолюбие становится началом всех страстей я нашел еще случайно как раз вот уборку делали нашел еще такой маленький буклет это архимандрит дионисий ученик старца Эмильяна который сейчас живет и он игумен святого монастыря в Петре в Греции и в 2000 году он дал интервью где-то кому-то которое назвали враг внутри враг внутри и речь идет здесь как раз о я об эго и я прежде чем мы перейдем в следующей главе потому что речь пойдет уже о демонах помните прошлый раз смотрели о том как демоны искушают человека я так заглянул сюда и мне кажется если мы прочитаем небольшой отрывочек про эго может как-то поможет нам понять чтобы закрепить закрепить эту идею эту мысль старец Эмильян все-таки вскользь пробегает здесь а он более глубже потому что кажется это очень важно видите он говорит это духовной жизни это единственная вещь на которую мы должны обратить внимание если Максим говорит если мы отверг самолюбие да кто самолюбие отверг тот при помощи Божией удобно отложит все другие страсти то есть это как будто можно победить сразу все в одном корне и поэтому вот желательно ясно понять что это такое и о чем идет речь и вопрос начинается с того тут как в виде интервью вопрос ну мы отвлекаемся немножко я не знаю может сегодня отвлечемся еще на эту главу ну отойдем чуть в сторонку я думаю будет полезно что такое эго и архимандрит Дионисия отвечает как и он именно говорит что интересно он будет говорить о том же о чем старец Эмилиан как его ученик видимо он продолжает и укрепляет его ученик когда сатана который был первым и высшим ангелом отвернул свой взгляд от Бога и повернул направил свое внимание на себя тогда было заложено первое семь эго он ну так я буду переводить я прошу прощения не очень будет может складно но смысл я буквально переводить он взял свои духовные глаза от видения Святой Троицы от видения Господа и он посмотрел на себя и начал думать о себе вот это думание о себе вот о чем мы думаем вот как часто люди они думают только о себе вместо того вместо того чтобы думать о других думать о Боге все мысли обо мне и он сказал я хочу поставить мой трон на высоком месте и стать как он как Бог это из Ветхого Света но тут не указывается стихов это известное место из пророка Исаи в тот момент началась история началась реальность и началось существование эго то есть это оно не было создано не имеется в виду я имеется в виду вот этот страстный которое которое фактически не является реальностью но является отвержением реальности то есть не то что создано Богом а отвержение Бога и создание своей собственной вот как бы виртуальной реальности в которой ум начинает жить где Бог где Богом становится моё я я становлюсь центром всего эго это цветок который вырастает из смерти любви то есть когда умирает любовь начинает произрастать эго эго наше самолюбие это противоположность любви божественной любви к Богу любви к ближнему мы начинаем любить только себя когда мы убиваем любовь результатом становится эго наше вопрос следующий каков какие характеристики этого эго что это такое как оно проявляет себя в человеке и Денисе отвечает когда мы не доверяем помните у апостола любовь всему верит вот вот интересно да когда читаешь я думаю как же она всему миру верит ведь столько обмана вокруг а как как можно верить мы привыкли наш опыт говорит нам не верить потому что тебя один раз обманули второй раз обманули третий и ты начинаешь верить своему опыту не евангелию ты перестаешь верить начинаешь сомневаться в людях и вот так начинает умирать любовь вот как проявляется видите эго наше то что мы начинаем себе доверять когда мы не доверяем эго рождается когда мы не доверяем другим то есть она укрепляется когда мы боимся других когда нам нужно оружие пистолет и ружья нам против других тогда нам нужно иметь свое эго и свое я потому что мы находимся на ошибочном пути жизни мы думаем только о себе и только о своем я о своем эго но когда мы видим друг друга когда мы доверяем друг другу нужда в эго пропадает для него нету никакой причины и даже возможности для его существования ну вот как часто да вот это такая ситуация часто встречается ну вот конфликт мне часто говорят возникает конфликт один человек обидел другу и этот человек который обиделся он почему обиделся себя жалко потому что он видит только себя он видит свою воль это больно ну потому что это как рана наносит он видит себя и тот обидчик его становится ему врагом и чуждым но если бы он мог увидеть другого человека того кто его обидел он может быть увидел бы то он его обидел из какого состояния он его обидел что он сам находится в мучении что у этого человека нет любви что он находится в какой-то тьме и он обижает вот из этого состояния мучения знаете как 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 есть такие видео показывают когда собачку находят вчера об этом думал прихламный мысль что находят собачку когда она такая вся какая-то больная лапка там у нее сломана еще что-то и она где-то еще застряла в каком-то заборе в какой-то проволоке ее пытаются вытащить помочь ей а она кусается еще там еще тебя и укусит и все а потом отходит ее вытаскивает подлечили все вот это нас обижают чаще всего из вот такого состояния нет нет не от любви не от светлого состояния не от благодать от того что человек уже здесь находится как в адских мучениях и вот и все что он делает от него просто вот отходит какой-то негатив какой-то он всех пытается задеть это как такая болезнь и мы не видим этого если бы мы это увидели вместо того чтобы обижаться пребывая вот в этом самолюбии да вот своем думая только о себе мы бы подумали увидели бы этого ближе подумали бы о нем пожалели сострадание вот здесь началась бы наша началась бы любовь почему говорит сила невозможно спастись без любви к врагам потому что вот в этот момент мы перестаем видеть только себя и начинаем видеть боль другого другой вопрос следующий и так в некотором смысле вы говорите об эго что это наше разделение или это как о чем-то что как о нашей независимости что мы становимся независимы да или о нашем одиночестве наша нужда быть одному иметь свой собственный образ мыслей который удовлетворит нас и сохранит нашу личность нашу персоналити нашу персону в неправильном в неправильном в неправильном виде прошу прощения не так как надо то есть не о том заботимся то есть вопрос когда мы ставим себя первыми и прежде других а Дионисия отвечает да и Христос говорит что последний будет первым потому что когда мы хотим быть последними когда мы выбираем последнее место только тогда мы сможем назвать других своими друзьями друзьями здесь видимо параллель проводится опять таки к великому четвергу мы сегодня мне примерно об этом вот на проповеди говорить когда Христос я говорит из вас первый и ваш учитель а я вам все многие и теперь говорю что вы уже не называю вас называю вас говорит теперь своими друзьями еще один вопрос мы еще несколько мы все не будем читать здесь только где об эго эго это чувство важность придавание себе чувство чувство важности о котором вы говорите часто описывается в добротолюбии и в других писаниях святых отцов как основной враг с которым человек ведущий духовную жизнь борется и который не дает ему соединиться с Богом почему эго считается таким сильным противником на этом пути Дионисий отвечает это такой сильный мощный враг потому что он находится внутри нас мы являемся врагами самому себе подобно тому как Адам и Ева стали врагами себе в раю конечно змей говорил с Евой но она могла избежать этого искушения могла не послушать его змей сказал ей бог вас обманул но если бы она доверяла богу она она бы не начала говорить со змеем то есть видите опять она перестала доверять богу и перестала любить доверие и любовь как связь адам также потерял свою связь свое общение с господом и остался со своим эго выбрал себя и эти два эго они стали сотрудничать адам и работать против бога наш настоящий враг это эго это враг потому что он противится любви когда я смотрю на себя я не люблю других когда я хочу иметь нечто что принадлежит вам я становлюсь убийцей моего брата какая убил ави когда я хочу удовлетворить свое какое-то желание это удовлетворение приобретается через жертвование свободы другого когда мое тогда мое эго становится моим богом и нет более сильного искушения чем это потому что для нас это эго может показаться бриллиант оно может сиять блестеть как золото но не все что блестит то золото эго оно как огонь без который не дает света огонь который не дает тепла огонь который не дает жизнь кажется что у него есть только много разных сторон и много возможностей но что такое эти возможности что такое это эго только средства благодаря которым я защищаю себя как будто я постоянно нахожусь на войне с другими людьми как будто каждый другой человек это мой враг или потенциальный и единственная вещь о которой я забочусь это чтобы мне в этой войне победить другого где тут место любви было сказано о некоторых вопрос еще один последний было сказано о некоторых людях которые достигли духовного просвещения когда что когда ты подходишь к духовной жизни серьезно ты очень часто встречаешься лицом к лицу со своим эго так что ты даже и раньше даже не представлялся что оно существует из какой в какое оно имеет власть над тобой в том как они описывают встречу с этим эго многие святые охарактеризовали его как почти дьявольскую силу внутри нас которая не хочет и противится духовной жизни которая не хочет Бога но которая хочет делать все что только может для того чтобы препятствовать нашему просвещению чтобы чтобы подорвать наши твердые решения оставаться на духовном пути и Дионисий отвечает святой Павел апостол Павел пишет прекрасно об этом событии об этом подвиге внутри человеческого сердца он говорит там существует другой закон внутри меня который говорит мне чтобы я отвергнул волю Божью чтобы я делал вещи которые противны Богу чтобы я отвергнул благодать этот закон пытается удержать меня в моем прошлом в моей прежней жизни когда он говорит о ветхом человеке я думаю что здесь об этом чтобы удалить меня от Бога и чтобы воспрепятствовать моему следованию за Богом вот вот почему я сказал что самая большая проблема в человечестве и каждой каждого человека в отдельности не находится снаружи его но для этого нам нужны духовные отцы для этого для того чтобы исцелеть нам нужны духовные доктора врачеватель нам нужна операция нам нужно чтобы нечто было вырезано с нашего сердца мы не понимаем что этот враг который находится внутри это не истинное наше я это не наша личность это только искушение это только семя проблемы нашего нашего эго мы объединяем нашу личность которая является бесценным событием бесценным творением с нашими падениями мы путаем нашу личность наше истинное я с нашим грехом мы соединяем эти две вещи и таким образом мы имеем ошибочное представление о том кто мы такие мы не знаем кто мы такие и нам нужен кто-то кто показал бы нас кто показал бы нам кто мы нам нужен кто-то кто открыл бы наши глаза чтобы мы по крайней мере увидели свою собственную для начала и дальше он говорит о покаянии но там интересно но он касается здесь вот это вот об этом эго и вопрос который был не записали помните прошлый раз по моему так сейчас оно пошире стало мы так более понятно и вот то о чем сегодня на проповеди да мы говорили вот это служение другим вот это служение другим как вот христос сегодня вспоминали великий четверг было чтение евангельское с великого четверга когда христос преподает этот урок вот это служение другим вот эта заповедь о любви к ближним это то лекарство главное основное лекарство которое через вот заповеди предлагается нам именно для исцеления вот этого больного состояния вот этого эго вот этого самолюбия и если мы исцелимся от самолюбия то мы побеждаем все остальные страсти вот это идея святого Максима а если мы не сможем или не боремся или не сможем его отвергнуть то сами собой нас произрастут и все остальные страсти вот ну более не менее мы потратили много время но ничего я думаю так полезно еще какие-то вопросы у кого-то есть здесь или может там в зуме вы себя должны включить микрофон если еще что-то придет мне в голову это у меня было много мыслей но сейчас куда-то они все улетучились если мы можем и все вернуться позже да от 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 какого самолюбия избавиться от плохого хорошего как их как их различить вообще вопрос такой нет ну разумеется конечно избавиться надо от плохого но как как разобраться где плохое где хорошее ну был у нас вот один раб божий он говорит я говорит это место не понимаю как как любить других как самого себя я говорит вот себя не люблю я говорит я себя не люблю а потом мы сидим за столом я смотрю вот лежит сыр да так а он так не берет первый попавшийся кусочек он выбирает такой который хороший я говорю вот смотри ты говоришь себя не любишь но ты себе лучше кусок сыра выбираешь как же ты себя не любишь то есть мы не понимаем насколько даже в простых вещах это проявляется лежит да там два-три яблока и ты когда себе берешь ты себе лучшее выбираешь или ты думаешь о другом лучше оставишь другому а себе возьмешь похуже вот такие вещи ну речь конечно идет о плохом самолюбии и вот через эту заповедь через служение другим я думаю это такое самое простое самое действенное лекарство которое предлагается почаще вообще думать о других и конечно о Боге а мы не можем о Боге даже задуматься вот мысль о Боге чтобы нам увидеть Бога мы говорим надо сначала увидеть другого человека ну вот кому вы служите это в доме и есть оно и в доме оно где бы ни было каждому человеку дана возможность в семье это с тем кто ближний это тот кто в данный момент находится с вами рядом вот в данный момент если вы дома в семье это тот кто рядом с вами я служу а другим а к другим по обстоятельствам ничего особо себе мне кажется искать не надо по обстоятельствам когда тебе человек посылается какой-то ты пересекаешься с кем ты окажешь он даже может быть вас вот обидел как мы пример приводили а вы покройте любовью это это его постарайтесь его увидеть его состояние а не смотреть только на себя вот наш ум мне пришла мысль еще ну я не знаю она такая наш ум мы говорили что это как око да души он способен видеть но такое впечатление что он не просто как вот глаз да а у него есть способность еще и освещать ну это образно потому что фактически этот глаз у нас тоже в некотором смысле он как свет и христос называет свет ум в евангелии он говорит если свет который в вас тьма то тьма какова так та же тьма по толкованию святых отцов он говорит про ум потому что мы для нас свет существует только там куда я смотрю вот я сейчас смотрю на вас я уже не говорю о том что он должен быть есть внешний источник света если выключить свет을 ночью еще не увидишь но даже днем вот сейчас когда везде свет для меня свет существует только там куда я смотрю вот я сейчас смотрю на вас Здесь мне свет. Там, сзади, для меня тьма. Я там ничего не вижу. Вот так и ум. То есть он туда смотрит, как будто он освещает нечто. И вот если он смотрит на Бога, он видит свет. Или он смотрит на человека, он видит. А когда он поворачивается на самого себя, этот свет он как будто ослепляет. И он уже не способен ничего видеть. Ни ближнего, ни Бога. Наши глаза не способны на такое, а ум способен. Ум способен заглянуть в ноги. Но бывает тоже разное видение. По-разному можно смотреть себя. Мы говорим, что часто отцы говорят, «Внимай себе», то есть «Будь внимательнее». То есть мы на себя все равно должны обращать внимание. Мы должны смотреть, но с какой целью? Мы должны… Даже когда мы молитву читаем, мы говорили с вами, что молитва должна быть без развлечений. И мы пытаемся следить за тем, что происходит у нас в уме. Для этого нам нужно какое-то внимание все-таки туда уделять, чтобы видеть, что происходит, какие мысли вошли, и что-то не пускать. Вот это обращение к себе, вот это самолюбие, это тоже самолюбие. Но вот это пример заботы о себе, заботы о своем уме ради Бога, ради заповеди, ради того, чтобы спастись, а не ради того, чтобы успокоить свое тело, вкусно покушать, не выходить за пределы своего комфорта. Кому-то, может, там нужна помощь, а мне что-то я устал, или мне как-то не хочется, или мне другое чего-то делать. Можно, в принципе, прочитать эти вещи. Можно сегодня, чтобы уже время прошло, мы можем прочитать эти выписки из «Добротолюбия». Почему нет? Чтобы уже полную картину эту. И уже в следующий раз начнем следующую главу. Давайте прочитаем, раз я их там выписал. Там, где речь идет о самолюбии. Чтобы еще более полную картину иметь, и уже перейти в следующий раз к следующей главе. С чистой совестью. Так. Ефрем Сирин. Тут у меня очень хорошая программка есть, и там модули, это Библия, разные переводы Библии. Кому интересно, кстати, могу дать, она на флешке и в компьютере потом. Она только в компьютер. И там есть модуль «Добротолюбие». «Добротолюбие». То есть можно вести поиск по словам, очень удобно. И я ввел просто самолюбие, и мне вот отрывки, где речь идет о самолюбии, оно сразу выдало, и по святым отцам. Ефрем Сирин. Душевные страсти – суть забвения, ленность и неведение. Этими тремя страстями омрачаемое око душевное, то есть ум. Мы говорим с вами об уме, как об око души. Это у всех святых отцов. Подпадает господству прочих страстей. То есть ум подпадает господству прочих страстей. Каковы суть? Нечестие, неправоверие, то есть всякая ересь, хула, раздражительность, гнев, досада, лицемерие. И перечисляется множество всех других грехов, а в самом конце сказано и самолюбие. Матерь всего худого. То же самое, что, видите, Максим Исповедников говорит. И сребролюбие – корень всех пороков и страстей. Злонравие и лукавство. Но человек не грешит ни одним грехом, как говорит, если наперед, как говорит мудрый из подвижников Марк, не превозмогут над ним и не возобладают им сильные эти исполины, то есть забвение, ленность и неведение. Их же рождает сластолюбивая и покойная жизнь. Вот откуда происходят эти три исполина – забвение, ленность и неведение, из-за которых потом человек грешит. Рождает сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность к людской славе и развлечению. А первоначальная причина и самая негодная мать всему этому есть самолюбивая. То есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу, разлияние и рассеянность ума вместе со стрословым сквернословием, всякой вольностью в речах и смеху, кое приводят ко многому худому и ко многим потерью. Опять-таки, видите, как все отцы, они говорят об одном. «Не будем самолюбивы». Тоже Ефрем Сиринс. «Не будем самолюбивы, ибо от самолюбия, как ветви какие, отрождаются все страсти, истребляется же самолюбие любовью». Опять речь об одном и том, которая всех влечет к единомыслию и связывает твои идеи. Мы говорили сегодня с памятью святых отцов. Как всем сохраниться в единомыслии, если только не отказаться от этого самолюбия и пребывать в любви? Любовь великая и драгоценное приобретение, посему старайся не отпадать его. «Во главе всех добродетелей – это Никита Стефат – в главе всех добродетелей шествует искренняя вера, при коей душа не колеблющаяся водится мыслью, но всецело отметает самолюбие. Ибо только что выступившему на подвиге ничто так не препятствует исполнять делом заповедь, как все злобнейшее самолюбие желание плоти. Оно служит препоной к преуспеянию даже и ревностно. Оно влагает в них мысль о неисцельных болезнях и страданиях тела, если станут строго жить, и тем охлаждает жар ревности душевной и склоняет ее отказаться от злостраданий, произвольных решений, лишений ради добродетели, как навета против самоугодливой жизни. Есть же самолюбие, неразумная любовь к телу или саможаление, которое делает монаха самолюбивым, душелюбивым и телолюбивым и отдаляет его от Бога и царствия его по следующему преподобному слову, любя душу свою поглубь. Вот еще, видите, выписок. То есть в двух словах, если итог подвести, то очень просто можно сказать, что мы христиане не должен жить до сих пор. Чуть-чуть ближе, а то там не слышат. Приглашает меня в другую динаминацию на проповеди и приглашает, потому что хочет, чтобы я узнала, чем живет эта церковь. все. И я, допустим, один раз я пошла из любви, а этот человек очень такой, как сказать, настоятельный, хочет мне еще, еще. И вот сегодня вы сказали, что я должна делать ради любви ближнему, я должна сделать то, что меня просят, отказывать себе идти туда. И получается тогда, что я теряю благодать, я мало читаю, времени, я хожу ради любви, и я теряю себя, я теряю свое. И что делать? Поэтому, мне кажется, либо рассудительность должна быть. А благословение спрашивали? Ну, нет. сами решили, сами растудили, сами пошли, сами попали в какую-то ситуацию. То есть, всегда, видите, даже вот то, что мы сами себе являемся как бы руководителями в жизни, это уже насколько мы доверяем себе. Ну, и после этого, видите, еще и несогласие, и все. Но я хочу отметить, что, конечно, речь шла о церкви, как о теле Христовом. Мы все-таки здесь нужно отметить, где находятся границы церкви. Об этом очень разные мнения. Я знаю, что в других динаминациях тоже очень разные. И есть такое мнение, что где-то там в духе находятся границы церкви, а здесь все на земле. Это просто наши человеческие какие-то формации, деноминации, разделения. Но мы все-таки верим под рукой. Мы верим, что границы церкви пролегают там, где ее определили отцы святых семи вселенских соборов. мы сегодня праздновали отцов первого собора, которые эти границы обозначили. И почему мы, например, не идем, мы не можем причащаться у католиков или мы у протестантов преломлении хлебовки, потому что мы вообще по-разному понимаем, что это такое причастие. А как мы можем быть одним телом, если мы мыслим по-разному об этом и даже не причащаемся? Вот мы с вами причастились сегодня в храме и во всех православных церквях причастились одного и того же тела и крови Христова. Вот это где границы церкви существуют. И речь идет о том, чтобы сохранить единство прежде всего в пределах этих границ. Христос говорит в молитве этой, мы сегодня читали, говорит, я не о всех молюсь, а только о тех, которых ты мне дал, да будут едины. То есть он молится о церкви. Очень щепетильный вопрос. Очень щепетильный. Так если, потому что если буквально и очень так строго и просто и ясно подойти к этому вопросу, если мы действительно верим, что Святая Собор апостольской церкви это церковь истина, это так, которая основана Иисусом Христом, то границы именно пролегают вот в пределах этой церкви. И как, что тогда получается? Что такое другие динаминации? Где они находятся? Это собрание тоже верующие, которые верят каждый по-своему, используя ту же самую книгу Библию, о которой мы с вами говорили, толкуя ее по-разному, каждый как ему хочется, как ему открывается в меру своих каких-то вещей, и в этом разница, мы не толкуем по-своему, каждый из нас не объясняет, как он понимает Евангелие, мы пытаемся выяснить, как Евангелие понимает церковь и выучится, мы себя отвергаем в этом, но эти все собрания строго говорят, они не являются той церковью, о которой мы говорим, мы не являемся одним телом, даже если какая-то идея о том, что это где-то в духе происходит, то точно не телом, точно не в теле, мы не если Христос говорит о церкви как о теле, а он глава, то как может быть это тело раздроблено на вот такие куски, которые друг с другом вообще не находятся в соединении никаких связей и никакого общения, это нереально, где-то это тело, где-то находится это тело, а где-то те, о которых апостолы говорили, Господи, вот есть некие люди, которые именем твоим бесов изгонят, а с нами не ходят, то есть они не являются учениками непосредственно Христа, где-то что-то услышали и о чем-то говорят, а Христос очень толерантно отнесся и сказал, мы им, говорит, запретили, чтобы они о тебе вообще не говорили, он говорит, не запрещайте, никто моим именем, кто творит чудеса, не будет меня злословить вскоре, так и все как-то сказано, а вы ходите, то есть как у Бога это все мыслится, как у него все это видится, он и судить будут, конечно, не прежде всего за принадлежность к церкви, судить будут по делам, но мы знаем, когда человеку открывается, где истинная церковь, то как можно из нее куда-то идти, где-то что-то еще чего-то искать, когда у нас есть такие свидетельства и такая история, и прямо все линии, и священство, и преемственность, и учения, и святые соборы, именно вот эта соборность, которая именно только и позволяет нам пытаться отвергнуться себя, потому что как ты можешь отвергнуться себя, будучи вне церкви, что ты отвергая себя, что ты воспринимешь, если там все по-разному все говорят, но здесь отвергая себя, мы знаем, что мы воспринимаем, потому что у церкви есть 2000 лет учения, которые видите, все отцы говорят об одном, в одном духе, вот это мы узнаем, а не то, что там вы себе что-то выдумает и каждый себе какую-то свою точку зрения и свое толкование. Ладно, достаточно, наверное, сегодня. Так, мы сегодня как бы отвлеклись с одной стороны, важные, но я думаю, полезно, потому что очень-очень важный момент. И такой, знаете, из-за того, что мы больны этим, оно ясно как-то не различается. Вот как-то так вроде говорят, и ты не уловишь все равно. О чем речь? Что это такое из-за эго? Потому что нам изнутри сложно, изнутри болезни сложно увидеть ее. В других мы видим, что для себя только делают, ты только о себе думаешь, ты только эгоист. В других мы это все видим, а в себе мы не видим. Так что видите, очень вот этот важный вопрос. Почему важный? Потому что мы говорим о молитвах, мы говорим о любви к Богу, мы говорим о развлечениях во время молитвы и о страстях. И как мы можем с вами направить ум к Богу во время молитвы, если постоянно этот ум отвращен от Бога и направлен на самих себя. Как с нами несправедливо все поступили, как меня все время обижают, как меня не ценят. И вот это вся болота и постоянно себя человек и вот это он впадает в депрессию или состояние тяжелое, потому что смотрит на себя. А нужно от себя ум Бога души отвернуть, начать видеть других и начать видеть Бога. И начать молиться, начать смотреть, искать, по крайней мере. ой, ну ладно, простите меня, что-то очень интересная тема, очень сложная. Дальше в следующий раз с Божьей помощью продолжим и если что, будем возвращаться сюда, если какие-то возможно даже по тексту еще об этом будем тирать. Ну ладно, если вопросов никаких нет, тогда давайте помолимся. Продолжение следует...